друзья вот как и обещал про рассказать про тоже про метабовскую продукцию да вот про нож про нож мультитул вот тоже в такой вот коробочке вот идет ну я им уже пользуюсь я просто положил в коробочку сохранил они вот эти коробочки такие интересные на магнитике вот здесь вот такая особенность такая вот прорезиненная бархатная ложемент у них такой есть вот лежит он вот так вот что хорошего в этом изделии да скажем так оно первое оно абсолютно ну недорогое но с высоченным качеством вот опять же от именитого производителя да и стоит копейки тоже на мой взгляд копейки если сравнивать с недорогими мультитулами да вот сейчас я достану уже в конце концов да то есть коробочку отложу если его сравнивать с недорогими то вот этот при своей низкой стоимости ну достаточно очень так дорого выглядит да и такой он мощняцкий конечно же да нож тоже качественно изготовлен то есть я вам сейчас покажу смотрите вот он на восьмигранниках там вот у него все все он так это достаточно серьезно у него сборка смотрите вот конечно это не лейтерман да не лазермен там не вот это недорогущий там за пять тысяч давно этот за 800 рублей что ли он стоит всего лишь но он цельно же цельнометаллический цельнометаллический вот эти вот накладки даже у него вот эти молдинги алюминиевые то есть нет не пластмассовая вот и у него абсолютно никаких нету люфтов да то есть вот смотрите вот я вот допустим вот так вот ну это технологически вот это допустимо но с самой разболтанности как бы нет и вот смотрите вот щелчком открывается то есть вот достаточно так вот туго да вот и вот такие пассатижи у него да то есть металл абсолютно адекватный нормальный то есть не как вот в дешевле дешевейших вот есть варианты и вот на пружинке вот так вот он то есть у него достаточно плотного него прихватывает то есть эти пассатижи ну вполне сгодятся для работы ну для и для работы на те случаи когда необходимо то есть это конечно же не для полноценной работы инструмент это инструмент для на всякий случай то есть и вот его вот конечно на всякий случай вот на вот этой клипсе на ремне можно носить она достаточно она цельнометаллическая вот видно что из нержавейки сделана так если говорить о всяких там ножах которые стелсы всякие да вот или там какие то ну вот китайские такие явно китайские то этот нож делает их всех по всем параметрам так вот смотрите плоскогубцы теперь вот смотрите там вот так уложено вот так все инструменты да то есть вот я даже применяю отверточку для нас чтобы достать наше плотно очень вот смотрите вот пила да да вот наблюд fle compound до全 Rock smart valley Safety то есть абсолютно тоже прекрасные vesco я Azer .com смотрите она соверш thành фиксатора но на об защелкиваться и то есть если сложить от нож можно ли что вот он защелкнулся вот маленькой такая пилочка получается ну на всякий случай конечно это не полноценная пила да смотрите то есть и в руке то есть он достаточно вы можете что-то где-то подпилить ну что там конечно миниатюрную маленькая но сама за . да то есть прекрасно эти как его от блески то есть ну и сталь сталь прекрасную сталь вот удивительно то что очень при таком исполнении очень недорого получается стоит и вот что самое интересное здесь вот он это вот металлический фиксатор то есть чтобы сложить то есть надо обратно отогнуть инструмент да и вот смотрите вот тут вот кнопка только при ее нажатии можно обратно закрыть то есть вот и он туда вот ушла значит что здесь еще есть здесь есть ну открывашка конечно же тоже вот смотрите видите такая вот достаточно адекватно адекватно абсолютно вот тоже конечно тоже и вот если отщелкнуть послушать вот вот раз щелчок произошел да и люфта люфта ну как бы не наблюдается вот это я гну сам само полотно да вот здесь вот крепление люфта не наблюдается я думаю что и не будет этого люфта но если он появится то всегда можно вот здесь вот вот этими вот звездочками подтянуть эти звездочки и тоже обратно чтобы сложить тоже приходится так вот нажать и вот и туда он завалился вот что здесь еще и вот здесь вот я достал в подобие напильника видите он какой у него достаточно тоже ну уже потолще само полотно вот здесь идет наискосок пильная часть а здесь абразивный методом в клеточку вот и тоже отщелкивается и вот здесь вот отвертка здесь вот ну какой-то видите подобие тоже ключа какого-то может это открывашка для бутылок или еще для чего-то что-то подбить и опять же опять же вот смотрите складывается где-то что-то можно подточить или подкрутить лицевой отверткой да тоже вот и вот самое интересное она зафиксирована вот она вот здесь вот ну ход допустимый ход конечно есть это не люфт это допустимый технологический ход и чтобы обратно сложить опять же вот эту клавишу может нажать но чтоб нажать надо его так раскрыть нажимать и тут нажимаешь и вот так вот заправляешь обратно с нажатой далее что здесь все здесь есть крестовая отвертка сейчас я покажу я почему использую отвертку потому что очень туго туго достается то есть они с запасом прочность но я не до конца я так просто поддеть чтобы потом уже вручную вот смотреть отвертка крестовая она сразу скажу тоже что она я бы не сказал что это полноценная она такая ведь тоже она универсальная видимо какая-то потому что здесь так вам будет видно нет ли у нее видите какие тоже шлицы крестовая она крестовая отвертка да ну она почему-то вот тут вот закругленная такая она как болваночка не это видимо для чего-то еще это и тоже вот тут вот какой то есть крючок тоже этим крючком тоже можно используется вот я сейчас в конце все вот эти штуки из него достану покажу как как мы вот крутить конечно неудобно тоже полноценно что-то откроет но где-то где-то в пути дороге где-то там бывают такие случаи приходится монетками какими-то что-то там ковырять там какими-то непонятными искать гвоздики какие-то тут всегда с собой есть можно применить так вот сейчас я сложу следующую достану вот так вот в в этой стороне вот все это четыре предмета была пилка отвертка крестовая напильник со шлицевой отверткой и открывашка вот было теперь вот с этой стороны смотрите другая сторона тоже 44 всякие штуковины вот открываю вот это рукой могу достать тоже смотрите еще одна пила вот вот она побольше вот зубе здесь уже куда-то было нож в общем с с функцией может быть пиление да а вот это вот уже непосредственно как на желчка то есть вот и даже разводочкой с небольшими друзья прошу прощения подселок вернее этот как его память закончилась прервалась съемка вот остановились на вот этом на пиле да то есть это пила да вот она разведенная даже немножечко вот а то был нож да с функцией пиления поехали дальше так давайте сейчас быстренько вот смотрите значит это мы уже другие предметы рассматриваем да вот я сейчас по обмену вот это я пилу сложу а вот это достану вот уже конкретно непосредственно чисто нож вот тоже ну приятный такой выглядит приятный и заточен нормально и вот получается вот такой вот вот такой вот нож да тоже можно что-то где-то порезать что-то вот еще раз хочу повториться да что все-таки это утилитарный такой предмет это не полноценно там нельзя рассматривать резание ножом как полноценным ножом видите здесь вот уже вот это вот мешает но это ничего страшного это у всех вот этих мультитулов так вот что у дорогих что у дешевых что у средних таких вот вот он такой вот нормальный нож вот давайте я сейчас его заправлю более побыстрее вот опять же с нажатием опять вот туда заправил так теперь вот достаем следующие предметы вот конкретно вот это вот конкретно уже отвертка то был напильник да ну им тоже можно что-то подкрутить как более толстая отвертка а это вот уже шлицевая непосредственно вот то есть она слегка у него вот такой вот есть с одной стороны у нее подточено с другой стороны она ровно но тоже это какой-то утилитарный в общем момент здесь учтем то есть что-то или поддеть вот там под дискосок там или вот где-то подлезть опять же вот вот так это все выглядит это придется где-то где-то вот ну вот таким образом где-то что-то подкручивать не дни глубоко снаружи совсем так следующее сейчас открою вот опять же отжимаю вот сюда нажимаю вот нажимаю и закрываю и последняя получается сейчас вот последняя тоже получается как тоже шлицевая отвертка вот это тоже шлицевая ну уже потоньше и может быть и тоже заточена с одной стороны и ее использовать можно ну может быть что-то проткнуть где-то поддеть также вот в итоге вот так вот вот обратно заправил и закрывается так вот раз и все вот так вот раз все с щелчком вот последнего то есть достаточно адекватный нож плотный крепкий и недорогой так что вот друзья хотел тоже всем напомнить что если кто ищет вот такого если кто обретет себя обзаведется таким будет вполне довольным останется то есть вот конечно все мечтают иметь лейзерман до лейтерман но или там какой-нибудь виктор и но у виктор и но тоже я у меня к ним вопросов много но пока что вот этот тот как раз и приближен к виктору но вот так но вопросы какие там у виктор и но там пластмасса а здесь вот металл железо то есть это же он не царапается вот спасибо что посмотрите кому может быть кому-нибудь пригодится это вот имейте ввиду спасибо до свидания все